здравствуйте друзья хотел поболтать немножко о дискриминации в соединенных штатах так как бы мы все знаем что законы так прописаны что не дай бог там кого-то где-то дискриминировать там и я не знаю уроют по полной и вот мы все как бы это знаем но тут есть тонкость одна тонкость состоит в том что во первых зависит по какому параметру тебя дискриминируют во вторых насколько ты в состоянии доказать что тебя дискриминировали и вот это произошло из-за того что была дискриминация вот например человека уволили и одно дело его уволили может быть его уволили с несоблюдением как бы всех тонкостей там и так далее это одна история но это легко доказать но если он говорит а меня уволили потому что я вот там не не той национальности не той расы не того возраста там и так далее то это уже доказать очень сложно поскольку это никогда не документировано но обычно не документировано никто же не пишет там приказ уволить там джона потому что старый это также не пишет вот поэтому есть как бы целая область такая как сказать для злоупотреблений когда человек становится в позу и говорит они меня не любят потому что я там допустим вот не той расы а то что он допустим ленивый не вы не исполнительный ничего не выполняет там и так далее просто плохо работает это уходит на десятый на двадцатый план потому что вот я такой и как сказать с одной стороны он должен был бы это доказать с другой стороны по судам ходить и в судах доказывать и это очень дорого все некоторые думают что там пойти в суд и кого-то засудить это вот просто пошел и суд всегда на твоей стороне нет больше того если суд даже на твоей стороне эти таких денег будет стоить и несколько лет жизни что люди как бы не хотят связываться уже там какой-то от какого-то отступного там заплатился только не видеть больше и забыть об этом вопросе вот поэтому есть адвокаты которые специализируются на на этом их устраивает вот тот отступной то есть они как бы на терроризируют как-то у нас президент будучи президентом медведев сказал кошмарят без бизнес да вот они кошмарят значит бизнес и вот этим всем и целый мир такой но вот я в данном случае хотел поговорить не о юридических аспектах а рынке труда конкретно о рынке труда и дискриминации на рынке труда почему я так из этой темы выплыл потому что на днях я переделывал наш каталог школьный и там у нас есть такая позиция которая прописана и требуется чтобы была прописана по правилам там калифорнийским мы мы как лицензированная школа должны соответствовать разным правилам и там всегда было на этот счет официально этот подраздел каталога называется discrimination policy то есть я бы лично назвал но он дискриминации но вот у них называется дискриминации и я нашел несколько таких вот документов каждый из которых чем-то был хорош вот и свел это в один то есть я считаю что у меня это non-discrimination policy как сказать шикарно и я вставил это в первый урок у меня есть слайды к первому уроку я вставил это туда но и соответственно 5 там минут на эту тему говорю может быть больше я не засекал и первый раз я на эту тему поговорил буквально недавно давайте я в улице показал теперь дядю мишу вот значит буквально в среду что ли на той неделе до меньше недели прошло я первый раз на эту тему поговорил в классе я вам расскажу примерно то же самое что я им рассказал рынок труда чудовищно дискриминирует людей по самым мысливым и немысливым понятиям категориям там я не знаю классификации есть тонкости всякие ну например я вам такую приведу вещь вот скажем я владелец маленького бизнеса так если я как владелец маленького бизнеса предоставляю людям страховку медицинскую то дальше для меня очень чувствительно какого возраста человек ко мне пришел на работу потому что вот нас всего там 10 человек допустим ну да не знаю 25 30 35 и вдруг приходит дяденька вот такой как я сейчас там 61 дяденька и я тут же я не знаю есть у него там диабет или почки или печени где у него непорядок но я понимаю что в 61 год у него безусловно есть какие-то вопросы которые он должен решать а если даже нет что чудо они возникнут могут в любую секунду и я прикидываю что с его возрастом туда-сюда это мне будет стоить скажем там плюс супруга там не знаю может 15 может 10 15 может 20 тысяч мне будет стоить его страховка дополнительно кроме той зарплаты что я ему плачу то есть казалось бы но ему не скажут не знаешь мужик мы вообще с людьми такого возраста не разговарив потому что нам это слишком дорого с точки зрения медицины поможет а мне не надо ваша медицина у меня жена со страховкой и так далее вроде вопрос уладил ему никто вслух этого не скажет но понимаете за что происходит то есть шансов меньше дальше почти каждый день где-то там пишут что какая-то женщина судит какого-то мужика который ее домогался и или там за то что вот она нет не так не той расы как этот ее за это обижали там и так далее и работодатель особенно мелкий он начинает дергаться причем это может быть а даже боль крупные вот допустим я не знаю там ораку вы конечно на уровне менеджмента оракла не услышите не увидите вам никто не напишет мужики будем осторожны берем меньше женщины цветных конечно нет никто так не сделает но когда вы имеете ввиду конкретного менеджера вот сидит вася и вася конкретно нанимают у него там бригада может там пять человек или 10 лет 15 и вася имеет некоторые опасения и кстати об этом в прессе пишут что вот этими историями публичными там и так и так далее запугивают менеджеров они они будут бояться брать людей с которыми это происходит дальше начинается вот из какой-то страны например могут ли тебя дискриминировать за то что ты из той стороны или из этой могут я я с этим делаем я постоянно в смысле не дискриминирую но истории всякие и я это я от менеджера слышу не не только от людей там с которыми это происходит кто-то хочет допустим он может быть индус но он не хочет индусов а может наоборот хочет только индусов то же самое может быть и с русским и с китайцем и с американцем там и так далее есть такие что женщин вообще не берут я знаю просто по опыту я шлю резюме допустим да он никогда ни одну девочку не пригласит даже на интервью отбирает мальчик с ними работы вы можете сказать он чуть дискриминирует что ли я не думаю что он вот так это для себя формулирует он просто видит как-то вот у него есть образ такой что вот чего он хочет там получить а то что он при этом дискриминирует он наверное мы в голову не приходит но дискриминация существует по факту знаете и очень часто дискриминирующий даже и думать не подумать если вы сказать это же дискриминирует я дискриминирую просто я вот хотел вот это или вот это там и так далее как по-своему это объясняет но но этого много я даже такую смешную историю наблюдал это было связано с компанией сиска там у нас девочка пошла на интервью и ее не взяли как вот что-то меня не взяли вот такое хорошее интервью было на все вопросы отвечала они так все и и не взяли а другая ей говорит а у другой муж в сиска работает и другая ей говорит я там название штатов индийских конкретно не помню но она говорит но но ты же вот из этого штата они тебя не возьмут она ведь почему агат но потому что там они все вот из такого-то штата то есть она знает внутреннюю кухню там через мужа нагет там там из другого штата не понимаете то есть даже на уровне вот и индийского штата вот или там ночью вот даже до такого бывает и чего еще по возрасту конечно ну конечно то есть я вижу что сейчас толпа программистов я не говорю тестеров я говорю программистов которые уже там считай под 40 лет опыта скажем моих лет мужики до которые заскать с университетской скамьи программируют не могут работу найти перебиваются контрактами там трехмесячными и это очень изнурительно либо они постоянно в поиске работы находятся и вообще когда постарше делаются я не скажу что это там уже в 40 проблемы нет но вот ближе к 60 уже проблемно то есть если он потерял работу если он работает и работает никто его не трогает конечно но но если вдруг он потерял работу он сталкивается вот с этим вот сопротивлением возрастным а она реально присутствует мы когда с госорганами там отношения выясняем и они нам говорят вот вы там не взяли вот такую-то женщину мы говорим отказались то они нам ее прислали а мы говорим мы не сможем ее устроить на работу почему вы не сможете мы говорим ну рынок сопротивляется она уже как бы предпенсионного возраста и мы у вас деньги возьмем а дальше не сможем нам нам не хочется так чтобы мы не смогли а ведь вы дискриминируйте нам говорят да не мы дискриминируем рынок дискриминирует нам-то что я бы вы же нам потом скажете а почему она не устроена правда вы же вы же рассказать мы заплатили где же результат но мы мы же не хотим вас подставлять и быть в таком положении что деньги взяли работу сделать не можем и окажется мы теперь дискриминируем ну то есть мы мы им открыто говорим что есть есть проблема такая они говорят мы даже вообще это слышать не хотим то есть они как бы то есть им пофигу они говорят вот деньги есть мы вам заплатим устроиться не устроиться не говорите нам вот этого ничего мы этого не знаем на рынке дискриминации нет говорят они выгарим как же нет когда вот они к этому этого не знаю не знаем знать не хотим вот и мы мы исходим из того что все по-честному я бы ну хорошо так она по-честному не никто же не действительно просто не берут и все у нас была девочка очень-очень талантливая из египта мастер-дегри у нее было в компьютер сайенс и мастер-дегри в электрикол инженеринг вот она в таком мусульманском одеянии было характерным но я не знаю как называется все но в общем такой халат такой сверху так она еще знаете сэлфон так вот брала и у нее тут платочек такой она так когда разговариваем такого втыкала в платочек и платочек держал у нее руки свободные она говорит а телефончиком держится мы замучились ее посылать на интервью потому что маленькие компании они вот так а девка золото то есть там рядом с ней вообще никто не стоял и не берут и уже софия уже на принцип она год да что ж такое мы мы сами не ожидали что вот настолько ну там одежонка и там на что-то влияет и кончилось тем что я в motorola взяли motorola большая компания им как раз подавай до версии там все вот это вот она но я к чему рассказываю есть сопротивление на рынке то есть не то что чек работу не найдет но но безусловно ему труднее вот 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 так поэтому по факту по факту все это присутствует и еще раз вряд ли они говорят себе там допустим мы ее не возьмем потому что она там вот в религиозная там какая-то вот она от ислама они так они так не формулируют она просто не вписывается вот они ходят вот там полуголые да и вот и вот такая и она не вписывается и мало того кроме не есть еще там двое трое которые может быть больше понравились чисто по-человечески там еще что-то поэтому как бы и дискриминации и есть как бы дискриминация тоже с таким с такой квалификации как у нее есть такими данными и должны были порвать на части то есть если с нее платок снять я и отправить в то же самое место она будет первая но поскольку она в платке то вот раз и и все поэтому мир сложнее чем прописано где-то и что-то скажет но жить можно жить можно и мы как школа я им говорю на этой лекции я им говорю что мы ваш буфер мы амортизируем всю эту ерунду которая приходит вот и я могу если вы вдруг видите смотрите на нас и говорите что а чего это вот туда одни русские пошли а сюда одни индусы а там там еще что дайте нам доверяйте нам мы мы работаем и делаем это в ваших интересах мы все это амортизируем чтобы вы этого не почувствовали у нас был еще случай интересные когда пришли из компании и говорят нам нужно четыре человека но чтобы все были разные вот чтобы не было двух там одинаковых и у нас на тот момент был один пакистанец вообще один то есть без конкурса пошел японочка одна была тоже без конкурса пошла и дальше из из большой толпы надо было взять одного русского и еще с большой толпы одного индуса вот вот например так бывает а был случай потрясающий пришли из очень очень большой известные компании не буду называть начальница отдела кадров пришла и говорит вот нам нужно там вот интернов практикантов брать его а мы тогда были более менее русскоязычной такой школы то есть у нас тогда еще индусов толком не было и китайцев не было так только в самом начале и я бы где обычно берете она год обычно в сети в этом самом санузе там берем сети колледжи в университете я говорю очок нам она так помялась и год понимаете мы большая компания нас государственные заказы мы официально должны поддерживать статус то что называется equal opportunities employer и я бы чего она не получается у нас как белых не хватает у них очень много азиатов там белых не хватает вот она пришла к нам за белыми и так и так тоже бывает такой вот интересный мир если вы ребят пойду поработаем а